Эти ребята готовятся стать частью приморской истории. Волнение чувствуется в каждом взгляде, ведь опыт в этом необычном виде спорта у всех пока очень мал. Визуально все это похоже на очередной танцевальный конкурс, но нет. Эти спортсмены выходят на парад открытия первого в истории Приморья чемпионата по акробатическому рок-н-роллу. За звание первых чемпионов в этом зрелищном виде спорта вышли побороться около ста участников. Краевые соревнования здесь в первую очередь были интересны Всероссийской Федерации, которая хочет развивать акробатический рок-н-ролл во всех уголках страны. На Приморье специалисты возлагают большие надежды. Прошлый год был обозначен началом жизни акробатического рок-н-ролла в этом регионе. Мы приезжали с показательными выступлениями с Ольгой Иваном, участвовали в ряде мероприятий в рамках Восточно-экономического форума. И вот спортсмены, дети за год выросли на такой уровень, который вы сейчас видите. Сами соревнования проходили в нескольких категориях. Где-то спортсмены выступали в парах, где-то в группах. Основная задача за пару минут показать зрелищный номер, насыщенный различными прыжками, трюками и, главное, быстрыми и синхронными движениями. Поэтому, в отличие от обычных танцевальных выступлений, здесь превыше всего именно выносливость. Об этом хорошо знают Илья Мартынов и Анастасия Соболева. Это одна из самых успешных пар во Владивостоке. В этом году ребята успели представить регион в различных выездных соревнованиях. Говорят, каждое, даже минутное выступление – большое испытание. Выкладываешься максимально, в этом и вся сложность, потому что помимо просто танца, есть еще акробатические элементы, и они зачастую забирают большинство сил. И очень нужна растяжка, потому что если не растягиваться, не разминаться, куча травм, куча растяжений. А чтобы показать приморским новичкам рок-н-ролла как надо, во Владивосток специально приехала самая титулованная пара мира. И нет, это не какие-то иностранцы, а российские спортсмены Иван Юдин и Ольга Сбитнева. Именно отечественные танцоры сегодня считаются одними из лидеров мирового рок-н-ролла. Московский дуэт искренне поздравил наш город с первыми соревнованиями. Первоначально мы мечтали вообще попасть в Владивосток, потому что от нас это очень далеко. А уж мечтать о том, что здесь будет рок-н-ролл, наш любимый вид спорта, нет, конечно, но мы сейчас счастливы. Ну, это знаковое событие, действительно, первый официальный турнир, и практически 100 уже участников. Разного уровня, конечно, понятно, только стартуем, но это очень здорово. Отныне акробатический рок-н-ролл будет включен в единый календарь спортивных событий Приморья. Теперь зрители смогут чаще видеть яркие выступления, а сами спортсмены начнут свой активный путь на пьедесталы крупных соревнований и турниров. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.